С началом октября в России вступил в силу ряд новых законов. В частности, проиндексируют зарплаты и пенсии силовикам и представителям некоторых других госструктур. Кроме того, теперь для получения гражданства надо будет сдать экзамен по истории нашей страны, а получить его в браке с россиянином можно будет только при наличии общего ребенка. А во всем по порядку в нашем следующем материале выпуска. Изменения коснутся индексации зарплат и пенсии. С 1 октября 2023 года на 10,5% увеличатся военные пенсии и оклады сотрудников полиции, органов принудительного исполнения и внутренних дел, Росгвардии, таможни, уголовно-исполнительной системы и Федеральной противопожарной службы. Также повышение выплат могут ожидать те, кто проходит военную службу. Индексация на 5,5% затронет сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими. На 3% повысит оклады и работникам РЖД. Также выплаты вырастут для пенсионеров, у которых есть иждивенцы. За каждого будет доплата по 2,5 тысячи рублей в месяц. Кроме того, будут назначаться новые штрафы уклонистам от армии и их работодателям. Так, с 1 октября за уклонение от воинской службы будут действовать новые санкции к нарушителям. Граждане, не явившиеся в военкомат по повестке без уважительной причины, получат штраф в размере до 30 тысяч рублей. Отвечать за сотрудников уклонистов будут и работодатели. Теперь за то, что работников не проинформировали о необходимости явки в военкомат, должностные лица будут платить штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей, а юридически от 350 до 400 тысяч рублей. Уклонисты не смогут брать кредиты и заключать сделки с недвижимостью, сдавать экзамены на водительские права или продлевать их, ставить и снимать автомобили с учета. А еще с октября заработает новый закон о гражданстве России. С 26 октября 2023 года в России вступает в силу новый закон. Согласно нему, получить российский паспорт иностранному гражданину, помимо постоянного проживания на территории Российской Федерации, знания русского языка и предоставления необходимого пакета документов, придется изучить историю России и российское законодательство. В какой именно форме эти знания нужно будет подтвердить, пока неизвестно. Также в текущем месяце нас ждет еще одно нововведение — повысится защита от мошенников. С 1 октября сотрудникам Центробанка станет доступна информация обо всех участниках цепочки денежных переводов, которые определяются как мошеннические. Раньше они видели только конечного получателя похищенных средств. Теперь же они получат сведения обо всех участниках. Тверичане отмечают, что сегодня на удочку мошенникам, увы, но попадается большое количество пожилых людей. Поэтому многие пенсионеры и вовсе отказываются от использования банковских карт и денежных переводов. У меня их нет, я не пользуюсь ими, понимаете? Наши граждане, привыкшие всю жизнь верить и доверять, к огромному сожалению попадаются на уловки мошенников только из-за своего большого доверия. И мне кажется, разрушить это доверие в наших гражданах невозможно. В частности, пожилые люди, которые ошибаются и не могут додуматься. Их легче обмануть, чем обычного гражданина России. Но как вы считаете, надо обезопасить эту сведеру? Я думаю, да. Под подозрение попадут случаи одновременного входа в интернет-банк из разных городов и регионов и оформления кредита через приложение, которое ранее блокировали из-за неправильного ввода пароля. Кроме того, банки обяжут отправлять в базу данных ЦБ сведения о нетипичных финансовых операциях для конкретного пользователя при заходе с нового устройства. Будем надеяться, что новые меры все-таки повысят безопасность и уберегут от мошенников большую прослойку населения нашей страны.